МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Плата за звонок 1 евро 42 цента. Здравствуйте все-все-все, кто нас сейчас слушает. Сегодня вторник. День добрых дел на радио Болтком. И в эфире программа «Зеленая лампа». Это программа о тех, кому нужна наша помощь, и для тех, кто хочет помогать. Ведут ее сегодня Ольга Авдевич. Добрый день. Я Рита Трошкина, наш звукорежиссер Родион Золотарев. Гость у нас в студии, ведущий, актер Рижского русского театра драмы имени Михаила Чехова Игорь Чернявский. Здравствуйте, Игорь. Добрый день. А помогает наша программа? Игорь сегодня пришел к нам помогать, включать зеленую лампу для 34-летнего рижанина Егора. Егор Матушонок. Мы расскажем чуть позже его историю, но там очень острая ситуация, и помощь нужна просто экстренная, потому что Егору нужна срочная операция в немецкой клинике. В прошлом году ему поставили онкологический диагноз, и вот сейчас так сложилось, что по разным причинам, что в Латвии его признали неоперабельным, а в Германии ему уже одну операцию сделали, и сейчас нужна вторая. И все шансы есть, чтобы исправить его ситуацию, чтобы улучшение в здоровье наступило. Поэтому наш телефон 9306384, евро 42 цента за звоночек, всю неделю будет работать для Егора Матушонка. 34 года Егору. Просим вашей поддержки. Ну и напоминаем, что в гостях у нас сегодня Игорь Чернявский, всем известный и всеми любимый актер. Он очень много ролей сыграл в нашем театре, любимом опять-таки. Да, Игорь, скажите, пожалуйста, сколько лет вы вообще театру посвятили? Вы сейчас не поверите, потому что я сам не верю. 1 августа следующего 2021 года будет ровно 40 лет. Вот это да. 40 лет. Я как-то задумался и чуть сам с ума не сошел. А сколько нашему театру лет? 138. 138. То есть, одна шестая – это и моя история тоже. Да не одна шестая, а одна третья, наверное, одна третья. Почти, да? С арифметикой трудно, поэтому в артисты пошел. Да, да, да. Это очень солидный стаж. Ваша биография, ваш список ролей, список спектаклей – это такая заметная часть истории нашего Рижского русского театра, получается. Ну, извините за нескромность, да. Да. Игорь, а вы окончили в Москве Щукинское училище. А как вы оказались в Риге? Вот расскажите нам. Случайно. Это был, в общем-то, как теперь можно уже сказать, в общем-то, счастливый такой случай. Могло быть в тот момент гораздо хуже. Я заканчивал в период 80-81 год. То есть, в Москве Олимпиада. И поскольку я родом с Украины, иногородний, а не москвич, поэтому там в те времена существовало такое, к сожалению, негласное распоряжение, что не москвичей даже не рассматривать. А вы в общежитии жили? Ну, какое-то время, да. Потом спасибо моему отцу, Царство Небесное, он у меня был серьезный директор, и я имел возможность жить на квартире, снимать квартиру. Хотя я и не стеснялся работать. Я один год даже работал дворником, а в те времена давали служебные квартиры. Учился в Щукинском, работал дворником. А почему бы и нет? Ну, я не только это делал. Тогда все, кто хотел жить нормально, иметь хоть какие-то приличные деньги на тот период, ну что, папа, папа, и деньги всегда были нужны. Так что работал. И это нормально. Да, и хотя и рассматривали достаточно серьезные театры Москвы, но без прописки, которая тогда имела огромное значение, практически судьбоносная. В Москве и в Петербурге остаться было невозможно. А Рига брала вот на определенные условия и предоставляла жилье. А до этого вы были в Риге? Нет. То есть это было просто такое распределение, первое свидание с нашим городом? Во-первых, это было забавное свидание, потому что в Ригу меня пригласили, когда я был в Петербурге. И мы с курсом показывались всем театрам Петербурга. Это тогда была такая система показов. Мы приезжали с подготовленными отрывками и показывались ведущим режиссёрам страны. И совершенно случайно Рижский русский театр в тот момент оказался в Петербурге с большими гастролями. И на Литейном проспекте, театр на Литейном, тогда был художественный руководитель Хамармир, вот фамилия помню, а как звали, извините, не помню. Туда пришёл Аркадий Фридрихович Кац с Райной Борисовной Правдиной. Вот как. И решилось всё вот именно тогда. Я-то думал, ещё будет решаться и будет решаться с другими театрами. Ну, я напрасно так думал. А вот случайностей не бывает, как Вы считаете, или из-за случайностей? Случайностей не бывает. Я убеждён. Значит, это было предопределением, потому что, ну как тогда Советский Союз, и думаешь, что да, я приеду, поработаю в Риге, тем более театр знаменитый, по тем временам гремевший на всю страну, после Москвы и Петербурга лучшее предложение, какое могло быть. Да ещё и с предоставлением жилья. Отработаю три года, отслужу диплом и поеду обратно в Московские театры устраиваться. А вон оно как вышло. Вы знаете, у нас формат нашей программы, мы периодически будем перескакивать на нашу основную историю, историю человека, которому нужна наша помощь. И мы просим наших радиослушателей как-то проникнуться этой историей, принять участие. Вот, Игорь, вы сказали, что случайностей не бывает, да, и это как раз то, о чём наша сегодняшняя история. То есть, вот представьте, 34-летний парень, да, ну практически для, вот, не знаю, там, какой-то части нашей аудитории, ну вот, как, ну, ребёнок, вот, возраста, там, скажем... Он младше моего сына на один год. Вот, представляете? И вдруг этому мальчику говорят, что, извините, мы бессильны, да, мы вот с вашей онкологией, вот с вашей историей, мы бессильны, ну, пожалуйста, палеотивный уход, палеотивное поддерживающее лечение, и мы вам не даём никаких шансов, вот это всё неоперабельное. И Егор и его невеста Катя в шоке, да, и кто-то из знакомых, который тоже сталкивался с какой-то такой вот ситуацией, посоветовал, им кинул ссылку на клинику в Мюнхене, университетская клиника в Мюнхене. Вот, они просто написали туда, можно ли записаться на консультацию, сказали, пожалуйста, на консультацию возьмите с собой все ваши бумаги. Они взяли билет на самолёт, ещё не было закрыто на тот момент, это была середина октября, взяли билет на самолёт, позвонили своим друзьям, которые живут под Мюнхеном полтора часа от этой клиники, спросили, смогут ли те приютить их, значит, сели в самолёт, были там, были на консультации, и они ехали просто для того, чтобы не сойти с ума от этого смертного приговора, в надежде, что всё-таки, ну, где-то, может быть, кто-то скажет, что, ну, есть шансы, что вот, ну, не так вот всё плохо, что можно чем-то помочь. И врачи говорят, срочно операцию. Они говорят, нам сказали, что это неоперабельная, срочно операцию. И вот ему сделали операцию на одном лёгком. Вот. И врачи сказали, что случай сложный, но не безнадёжный. И сейчас провели исследование, там, очень сложные, тонкие анализы и назначили 4 курса химиотерапии, после которых надо будет делать операцию на втором лёгком, которое будет, которое меньше поражено, и там гораздо больше шансов. И они сами не поверили, что вот случайностей не бывает. Вот откуда пришло вот этим детям, да, что нужно ехать, нужно лететь, нужно пробовать, нужно идти на консультацию. Вот практически мальчика спасли. Это всё недавно было, буквально в октябре, да. Да. И сейчас они находятся в Германии, наверняка они нас сейчас слушают, Егор и Катя. Это чудесная пара, чудесные ребята. Очень красивая пара. Познакомились во время учёбы в ТСИ, вместе оказались в Болгарии на учёбе по программе «Эразмус». Вот, и с тех пор они вместе, они планировали свадьбу, но потом вот вмешалась эта болезнь, онкология, все эти вещи. И если вы посмотрите, зайдёте на сайт mixnews.lv, там в рубрике «Зелёная лампость», подробная история, рассказ о Егоре и Кате и фотографии их. Они вот год назад решили пожениться, но потом этот диагноз был поставлен, и всё это, конечно, отложилось. Но летом Егор сделал Кате очень красивое предложение, он отвёз её на лавандовые поля, там есть этот снимок, и вот там среди сиреневых этих полей она ему ответила «Да». И вы знаете, это такая история любви, она от него не отходит. И Егор, меня лично потрясло в дневнике его запись, сделанная им, что для него это очень-очень тяжёлый год, наверное, самый тяжёлый в жизни, но и самый счастливый, потому что рядом Катя, потому что он понял, что рядом она. И вот если это не любовь, то что тогда такое любовь? А у нас вопрос к актёру Игорю Чернявскому, который сегодня наш гость. Игорь, вот одна из последних Ваших таких заметных ярких работ, это был спектакль «Фонограмма» с Лилитой Озоленей, да? И это спектакль о любви. Да. Ну, после того, что я услышал как-то так сложно. Растерялся. Да, я не то чтобы растерялся. Нет. Нет, я не растерялся, просто… Тут что-то комментировать сложно очень, да? Да, тут совершенно сложно что-либо комментировать. Мы сейчас вернёмся, Олечка, к вопросу. Просто, когда происходит вот такое невероятное… Ну, тут даже эпитета не подобрать. Невероятная вещь в жизни. Я не хочу ни философствовать, ни говорить случайность это или не случайность. Понятно, это беда. Страшная беда. И вот в этой беде вдруг молодые, совсем, казалось бы, неопытные люди проявляют себя совершенно фантастическим образом случайность. Ведь откликнулся друг из Мюнхена, ссылку сделал на нужную больницу. Больница откликнулась. Операцию, которую считали неоперабельной, вдруг сделали очень быстро и профессионально, и она оказалась сложнее, чем та, которая предстоит. Это плюсы. Да, сейчас о минусах можно говорить. Ну, тут не о чем говорить. Это, дай бог, ребятам справиться с этой действительно невероятной бедой. Но то, о чём вы рассказываете, то, о чём вы сейчас рассказали всем радиослушателям, это говорит о том, что люди могут и должны собираться в экстремальной ситуации только тогда. Да, и быть вместе, потому что без поддержки друг друга ничего не получится. И люди хотят помочь, и люди помогают, и это потрясающе совершенно. И ещё, знаете, вот хочу добавить, что на первую операцию она уже тоже стоила денег. И на первую операцию они взяли денежки, отложенные на свадьбу. И плюс Катя написала на Фейсбуке, на своей страничке вот эту историю и просьбу о помощи. И сразу откликнулись все их знакомые, незнакомые, друзья. И была собрана большая сумма на первую операцию. А Егор не разрешал ей писать? Она, когда врачи сказали, что есть стоимость операции, они обзвонили там родственников, взяли всё, что у них было отложено. На февраль они планировали эту свадьбу. И ещё путешествие свадебное у них была мечта на Тенерифе, значит, съездить. Эти все деньги они взяли, все друзья-родственники помогли. И она говорит, ну этого же недостаточно, я просто напишу в Фейсбуке, и все, кто знакомые, незнакомые, может быть, нам помогут. Он ей сказал, не надо, потому что кому есть дело, кто я такой, до меня, до моей болезни, есть больные дети, есть много гораздо более серьёзных каких-то проблем. И вот ты напишешь, оно не соберётся, и ты расстроишься. Он очень переживал за неё, что она расстроится, что это её такая инициатива. Но получилось, получилось наоборот, получилось так, что люди откликнулись. И первое, вот спасибо огромному количеству людей. Безусловно, это просто огромное счастье, когда вот так вот откликнулись люди, и что Егор не впал в отчаяние, умница Катя, которая его не послушалась. Ну вот как об этом говорить, как об этом рассуждать? Они же сердцем живут, они же чувствуют, а потом мыслят. И в данном случае это правильно. Так должно быть. От сердца должна идти и поддержка, и помощь. А рацио включается потом. И вот мы включаем телефон поддержки, телефон помощи, чтобы помочь Егору оплатить вторую операцию. Это вопрос жизни, мы говорим откровенно, да, и мы очень хотим, чтобы это всё получилось. Телефон 9300-6384 евро, 42 цента за звоночек. Он будет работать всю неделю. И счёт помощи, открытый в фонде Be Open, с которого не берутся никакие проценты, напоминаем, он опубликован в статье на сайте MixNews.lv, в рубрике «Зелёная лампа». И эта же статья на Фейсбуке, тоже на страничке «Зелёная лампа». Пожалуйста, зайдите, почитайте, посмотрите. Если у вас в сердце отзовётся, Гегор и Катя будут очень благодарны вам за вашу помощь. И вот я настаиваю на том, что мы должны поговорить о любви, потому что это действительно история любви, да. И мы вот коснулись спектакля вашего с Лилитой Озоленей о любви. И в принципе вот из опыта жизненного, из опыта пережитых ролей, вот Игорь, как вам кажется, ну вот что самое трудное и самое важное в любви? Это такой вопрос непростой. Да, потому что сколько ролей у вас уже за плечами? Это же всё разные жизненные опыты. Безусловно. Безусловно. И были разные жанры, и тема любви предполагает драму, мелодраму. Были и такие, конечно, роли, вот вы сказали о спектакле «Фонограмма» с замечательной Лилитой. Это совершенно все те роли, которые я играл, это попытка, ну если хотите, не очень хорошее слово пришло в голову, но можно в данном случае произнести, анатомировать это чувство, разобрать по маленьким таким, ну чуть ли не пикселям попробовать разобрать. Это крайне редко получается на сцене, но все к этому стремятся, чтобы насколько возможно правдивее и точнее передать и историю любви двух персонажей, а иногда треугольника, четырёхугольника в зависимости от пьес, и чтобы зритель поверил в эти ситуации. Это невероятно сложно, это всегда требует внутренних колоссальных затрат. Если по-честному это делать, то, во-первых, обязательно будет отклик из зала, обязательно артисты это чувствуют, вне зависимости, это любовная история комическая или трагическая. Или лирическая. Все равно реакция зала, если это делается честно и делается по-настоящему, и зрителя убеждает эта история, то тогда реакция зала всегда есть, и она крайне нужна артистам. Ну и артист не просто так. Я же пытаюсь быть тем человеком, который написан автором, значит, я пытаюсь в самом себе, в своей биографии, в своих каких-то, может, никому никогда не рассказанных вещах, но я пытаюсь черпать то, чем я могу заразить зрителя. Если у меня у самого не было, а я сейчас расскажу забавный эпизод на эту тему, если у меня у самого не было какого-то жизненного определенного опыта, я никогда не сыграю, как бы я ни старался, и как бы звонко... Не найти себе резерва. В моей практике, это было в студенчестве, был один из самых страшных провалов, которые я помню по сей день. Это студенческий спектакль в Щугинском училище, у нас их было 9 на нашем курсе, 9 спектаклей, и это было три сестры по Антону Павловичу Чехову. Мне тогда исполнилось, только исполнилось 20 лет, а я должен был играть Кулыгина, мужа Маши, то есть обманутого мужа. Я с девочкой-то еще не целовался. Вас уже обманули. На тот период. Что я мог сыграть? Я не понимал, почему не получается, я не понимал, почему злится режиссер, почему, ну как-то, ну так, ну спрятали этого бедного Кулыгина в моем исполнении, так вот как-то за, ну, за более лучших моих однокурсников, которые многие потом после этого спектакля попали в громкие театры. Может быть, именно этот провал какую-то роль сыграл в моей судьбе? Очень может быть. Но я сейчас о другом. Я говорю о том, что как можно играть то, чего не знаешь. И осознание пришло гораздо позже, уже далеко после института. И не потому, что у меня не было девушки на момент 20-летия, ну, ну, как-то так сложилось, что я, ну, не было девушки, любви не было, девушки были, не было любви настоящей. А вот когда пришло осознание, тогда пришло и осознание провала, если уже соединять с какими-то творческими вещами. Так вот, вы спросили, что самое главное, это крайне непростой вопрос, и на него невозможно ответить, на него отвечают тысячелетиями вся литература, вся дроботургия, вся живопись, вся скульптура. Отвечают все, ответа однозначного нет. Нет, я знаю одно, что если нет бесконечного доверия, если нет абсолютного доверия к той женщине, я в данном случае говорю, как мужчина, то не может быть ни любви, не может быть этой химии, которая происходит между мужчиной и женщиной, не может быть ничего. Да, к великому ужасу это чувство, оно недолговечно. К сожалению, оно уходит, но оно не уходит совсем, оно превращается в другое чувство. Оно превращается в чувство высокого уважения, в чувство высокой благодарности, в чувство того, что ты без этого человека больше жить никогда не сможешь. Вот так это я понимаю. Ну вот прекрасно вы ответили на этот вопрос, просто прекрасно. Вы знаете, я сейчас хочу зачитать маленький кусочек из дневника Егора. Егор, когда это все случилось, когда он осознал, он задним числом начал в Инстаграме вести дневник. И вот на нашем сайте mixnews.lv в рубрике «Зеленая лампа», вот в нашей публикации, там мы привели выдержки из этого дневника. И вот как он оценивает, вот мы говорим о любви, да, то, что связано с любовью, с любимыми людьми, с ответственностью, с доверием. Вот он пишет, ответственно заявляю, что принять мысль, что у тебя рак и жить дальше непросто. Но это не так тяжело, как видеть слезы и переживания любящих тебя людей. И в тысячный раз приговаривая им, все будет хорошо. А когда ему сделали операцию, операция длилась больше семи часов. И вот он пишет, когда ты отходишь после наркоза, сперва ты даже не можешь открыть глаза и просто слышишь какой-то шум и чувствуешь прикосновение. А вот единственное, что чувствовал я, как мой указательный палец сжимается в ее ладони. Она сидит рядом у моей койки. Ее пустили в реанимацию и ждет, когда я проснусь. Если это не любовь, то что тогда любовь? Эта девушка, несмотря на все запреты, предписания, рекомендации, ограничения, связанные с коронавирусом, каждый день проникает в больницу, садится рядом на краешек койки, берет меня за руку и ждет. Просто ждет, когда я поправлюсь. Мне кажется, если запретят вход в больницу, она в нее залезет через окно или через трубу. И Катин комментарий под постом. Мы справимся со всеми трудностями. Люблю тебя. А выше этого невозможно ничего сказать. Просто невозможно. Шутили друзья, когда он в Германию попал, они ему говорили, Навального вылечили и тебя вылечат. Сейчас у нас такая, как бы сказать, у нас, у всех, и наших радиослушателей, и друзей Зеленой Лампы, есть такая миссия, наверное. Мы можем помочь ему 34 года, и мы можем помочь его спасти. То есть нужно оплатить вторую операцию, это большой шанс, и врачи дают хорошие прогнозы. Телефон помощи 9300-6384, евро 42 цента, маленькие звоночки соберутся в большую помощь. И счет помощи открытый в фонде Be Open, опубликован в статье на сайте MixNewsLV. И гость с нашей программы актер Игорь Чернявский. Мы говорим о ролях в спектаклях о любви. Игорь, как вам игралась любовь с Лилитой Озоленей, вот с этой звездой? Прямо настойчиво, не уйдет она от этого вопроса. Понимаете, там вот именно этот случай с пьесой Алексея Щербака «Фонограмма», он особенный. Леша написал замечательную пьесу, непростую, крайне непростую. И там, трудно говорить, спектакль к моему великому сожалению прошел-то всего 4 раза. Но там были, не потому что он был плохим, он не был плохим, он был спорный. За эти 4 раза зал наполнялся практически полностью. И мы с Лилитой играли наотмашь оба. Вот час 15 шел спектакль, и потом, я так думаю, что ее тоже можно было отжимать где-нибудь в другом месте, потому что я был мокрый весь, и без внутренних затрат, как я уже сказал, играть это было невозможно. Лилита – фантастический партнер. Я застал репетиции великолепной пьесы «Пляска смерти», которую ставил Роман Козак. Я видел репетиции, видел, чтобы я у себя в театре раза 3, а то и 4 пошел смотреть спектакль, это редкий случай. Ну, как? Ну, вот такой спектакль шедевральный был. И тоже, кстати, о ненависти и любви. Я к чему и говорил о том, что это не просто любовь в спектакле «Фонограмма». Там еще и месть за любовь. Это отдельно, это отдельная статья. Много можно сейчас философствовать о теме пьесы «Фонограмма». Я хочу сказать одно, что чуть-чуть вернуться, что так же, как я черпал из своей биографии что-то похожее, то, на что можно опереться точно так же и Лилита, которая, ну, что говорит, ну, это наша звезда, это человек, сыгравший такие роли, что судьба актерская просто изумительная, вот. Она, она, я же видел, я видел глаза и видел близко. Так, это, это даже не игра. Это когда вдруг ты присваиваешь полностью тот персонаж, тот характер, ту судьбу присваиваешь себе. И наотмашь просто, у меня было ощущение, искры летели, вот, ну, потому что мы играли честно. Вот и все. Игорь, а вот театральный сезон открылся премьерой, которую очень высоко все оценили, да, спектакля «Однажды в Виши». Давайте про это поговорим. Ну, открылся, конечно, и закрылся, к сожалению, до 6 декабря. Да, но мы хоть успели, мужской состав театра «Русской дравы» хоть вырвался. Феноменально. Вырвался просто. Это, во-первых, извините, что я вас перебил. Мы же все-таки сыграли не только Виши, мы сыграли премьеру, единственную премьеру, ну, не считая Голливуд. Обзорный такой спектакль, который тоже пользуется и пользовался таким успехом в театре. Но мы сыграли, извините, еще ряд других спектаклей, которые давно не играли. Например, «Граф Монте-Кристо». И когда после долгих репетиций по восстановлению, а все это крайне непросто, после паузы восстанавливать даже наигранные какие-то спектакли, крайне непросто, особенно мюзиклы, вдруг все вылетели как вот, ну, я не знаю, как птичек из клетки. Все выпустили и, конечно, наотмашь тоже играли и с огромным удовольствием, с куражом и азартом. И, конечно, премьера. Женский состав немножко нам, мужчинам, позавидовал, потому что их не пустили. Это мужской спектакль, да, объяснил? Абсолютно. Нам заняты только мужчины. Ни одной женщины в этом спектакле нет. Там занят весь мужской состав, практически весь русского театра, большинство. И один уже наш юный коллега, вот, ну, можно сказать, мальчик, молодой мужчина. Да, вот такой вот состав. И я тоже, вы знаете, к своим спектаклям относишься как-то немножечко осторожно, немножечко так, ну, самокритично, может быть, слишком, но я, по крайней мере. А тут я считаю, что это удача театра, это удача всего состава. И, в первую очередь, Сергея Анатольевича Голомазова, который, в общем, нас всех объединил и повел за собой. Это ансамблевый спектакль, что последнее время стало редкостью. Что непросто. Что крайне непросто. Ансамбль на сцене, это немаловажно. Тема такая серьезная и сложная. И, как многие критики и зрители говорили, очень актуальная сегодня. Как бы вы сформулировали вот задачу этого спектакля? Да там задач много. Одной формулой не обойтись. Тем более, что так складывается, что я, как раз мой персонаж, один из носителей тех мыслей и тех идей, которые Артур Миллер попытался донести до зрителя. Нет, не только мой и персонаж Юры Кушпелла. Там, в общем-то, если взять квинтэссенцию, несут, в общем, два персонажа, в которых выражаются мысли Артура Миллера. Мысли о жизни той, в которой мы живем. О том, что к великому ужасу многие негативные вещи не меняются. И могут происходить, да в любой стране, и повторяться. К сожалению, это имеет отношение к национализму. Это имеет отношение к иному отношению к так называемым другим. Я сейчас не буду перечислять. Ну, вот другой. И мы так и относимся, как к другому. Отделяем себя от так называемых. А кто сказал, что это другие? Тем очень много поднятых. И, к сожалению, они актуальны сегодня. И не только здесь, в Латвии. Они актуальны и в России, и в том же Нагорном Карабахе, и в Беларуси. Они актуальны в Украине. К сожалению, эти темы не умерли. И о них нужно говорить. Что мы и сделали. Ну, вот как вы считаете, зритель измененный уходит после этого спектакля? Как вы говорили о том, что вы ощущаете отдачу, реакцию? Безусловно. Безусловно. Я не могу говорить о всех зрителях, которые приходят на этот спектакль. Наверняка есть какой-то определенный процент, который либо не воспринимает, либо не готов воспринимать подобные темы. Либо просто, вы знаете, вот не хочет воспринимать, потому что это тяжелые темы. Нужно задуматься. Вникнуть. Вникнуть. Но то, что слышал я и от своих друзей, и от знакомых, то, что я читал в прессе и в русской, и в латышской. Этот спектакль имеет отклик, потому что подняты насущные, важнейшие темы сегодняшнего дня. Поэтому потрясающе. Но вот мы сыграли немного спектаклей, но 50% от наших, к сожалению, 50% зала, которые мы имеем право впустить, 50% молодежи. Притом и русской, и латышской молодежи. Мы же слышим по трансляции речь в зале перед спектаклем. То есть, имеет интерес у молодежи. И вот это самое интересное. Вот актер Игорь Чернявский несколько раз признавался лучшим актером сезона в нашем театре. А вы можете вспомнить, вот как вам кажется, за какие роли зритель проголосовал за вас? Какие особенно дорогие или знаковые роли были у вас? Ну, знаковые роли у меня были. И я считаю себя, в общем, в этом отношении счастливым человеком. И даже в актерской среде есть такое понятие, что если была хотя бы одна этапная роль за карьеру, это уже большое счастье. Не все могут похвастаться по-настоящему знаковыми ролями, серьезными. Я могу, ну, на мой взгляд, назвать даже несколько. И я горжусь этими ролями и действительно считаю их знаковыми. Но не за все я получал премии. Ну, что делать? Оценка твоего труда от тебя не зависит. Ну, назовите, какие любимые? Ну, прежде всего, конечно, если уйти в историю, то спектакль, который мы играли давно, это 90-е годы, это «Люди и мышь». Для меня абсолютно знаковая работа, потому что практически, я так думаю, с нее дальше все и покатилось. А, ну, как можно не вспомнить чуть позже «Подколесин», «Женитьба» Гоголя с великолепной Катюшей Фроловой, ну, замечательный мой, один из самых дорогих и любимых спектаклей – это «Король и шут» Борщеговского с Яшей Рафальсоном. Да я могу перечислять очень, ну, а ремарк «Я хочу жить в Париже». Ну, как пропустить? Я не получал за, ну, за «Подколесина» там получил, за еще ряд хороших ролей, хороших спектаклей. Ну, я называю то, что я считаю знаковым. Ну, «Я хочу жить в Париже» – это вообще к теме нашей сегодняшней беседы. Тема любви. Это снова о любви, и там имеется в виду отношения… Мы с Никой Плотниковой играли тогда впервые, по-моему, впервые, потому что потом был спектакль «Кэрри», где мы опять с ней встретились как партнеры. Вот, а «Я хочу жить в Париже», который, по-моему, Эрих Мария Ремарк поставил Семен Михайлович Лосев. Для меня это был крайне, ну, во-первых, крайне сложный спектакль, потому что сама проза, ремарка, которая и о любви, и опять те же темы, которые поднимаются в виши. Да, да, да. Триумфальная арка. Да, это триумфальная арка. Вечная тема. Вечная тема. И, конечно, тема преданности, тема, когда ты берешь на себя ответственность за женщину, пусть которая тебя не сразу полюбил, но потом. Ну, что я буду пересказывать? Берите и читайте ремарка, потому что это вечная литература. А когда еще на тот период, это же грандиозно, я говорю текст, а шепотом слышу из зала, как со мной этот же текст говорит публика. То есть приходила публика, ну а как, ремарка знали наизусть. По тем временам, ну вот была такая публика. И вот это меня поражало. Ну а что, мы в разных компаниях разве не стреляли разными фразами, показывая свой интеллектуальный уровень? Ну тогда это было модно, это было красиво. Принадлежность свою какой-то там. Да, и вот сидела публика, которая со мной шепотом иногда повторяла блистательные фразы. Любить, это значит хотеть с кем-то состариться. Эрих Мария Ремарк. А посвящена эта книга была, как главная героиня, это Марлин Дитрих. Конечно. В общем-то там считывается большая любовь и роман самого Ремарка и Марлин Дитрих. Конечно, безусловно. Безусловно. Так что, и он был, конечно, замечательный спектакль трехчасовой. Я практически выучил роман наизусть. Сегодня мало что вспомню. Вот видите, всплыла вот такая вот фраза «вдруг». Ну, она совершенно изумительная, блистательная фраза. И потихонечку программа наша подходит к концу. И мы обязательно должны успеть подвести итоги прошлой недели. Напомню всем, кто переживал за маленького двухлетнего мальчика, которому на прошлой неделе мы помогали. Это семья. В семье четверо детей. И вот среднему двухлетнему Эрнесту нужны были деньги на оплату очень комплексного курса лечения. И это просто… мы не ожидали такого результата. Да, чудо какое-то случилось. Как часто бывает? Собрано 17 тысяч 53 евро. И сделано, вот вы только подумайте, 3968 звонков на наш благотворительный телефон. Почти что 4000 человек набрали телефон 9306384. Мы его напоминаем при каждом удобном случае. И еще было крупное пожертвование от юридического лица, от компании на 2000 евро. Спасибо огромное. И мы хотим заострить ваше внимание, что если какая-то компания в конце года готова перечислить в фонд Be Open помощь, вот в данном случае Егору Матушенку на оплату операции, то нужно связаться с фондом, заключить договор, и тогда компания может получить налоговые льготы. И вас там проконсультируют. Спасибо всем огромное. От мамы маленького Эрнеста, двухлетнего. В конце ноября у него день рождения, и как раз исполнится два года. И низкий поклон от мамы. У нее четверо детей, один из них болен, вот Эрнест. И, конечно, ей будет жить и дышать легче теперь с вашей помощью. На два года, более чем на два года обеспечена реабилитация этому малышу. Спасибо всем огромное. Наша программа, вот буквально осталось у нас несколько минут, она подходит к концу. Напоминаем, что с нами сегодня Игорь Чернявский. Он помогает нам включать зеленую лампу для Егора Матушенка. И очень ярко он ее включает. Мы, знаете, о чем еще хотим спросить? Вот роль театра, такой глобальный вопрос, да? Вот по вашему мнению, о чем бы вы хотели говорить со зрителем? Что бы вы хотели донести зрителю сегодня? Тут мы про 90-е говорили, там вспомнили прошлое. Сейчас что самое главное? Вера. Вера в то, что мы преодолеем. Я говорю это не напыщенно и говорю это не пустозвонно, если хотите. Я считаю, что без веры в то, что мы преодолеем все эти трудности. Потому что, да и история показывает, что человек – существо сильное. И если верить в то, что можно все преодолеть, оно преодолевается. И самое главное – пытаться, ну хотя бы пытаться относиться друг к другу по-людски. Относиться сердцем. Отодвигая всякие негативные моменты, которые на нас, к сожалению, катят со всех сторон. Если попытаться друг друга услышать, если попытаться друг с другом договариваться, тогда мы преодолеем все трудности. Убежден. Вы знаете, еще такую деталь. Вот если мы говорим о коронавирусе, что он внес, ну не то что коррективно, просто разрушил и попутал все планы. И непонятно как у кого дальше будет что развиваться. Вот наша история Егора, когда ему поставили диагноз, сделали операцию, и как раз год назад они сдали анализы и сделали исследование. И им сказали, что все хорошо, прекрасно. И контрольная проверка была назначена на апрель. Но случился коронавирус, закрыли все плановые посещения. И они получили извещение, что из-за коронавируса этот визит к онкологу сейчас у них отменяется. И когда снова возможно было записаться, то там очередь очень большая, 2-3 месяца для того, чтобы попасть к онкологу. И уже в конце лета Егор начал кашлять. И каким-то чудом его запихнули на компьютерную томографию, и вот там уже показали, что там уже беда. То есть получилось, что коронавирус здесь тоже сыграл свою роль. И время было затянуто. И потом вот уже врачи сказали, что, к сожалению, сейчас они ничего не могут сделать. Но немецкие врачи сказали, что можно и нужно делать. И нормальные есть шансы. И в принципе это вопрос жизни. И телефон 9-3-0-6-3-8-4. Это телефон помощи 34-летнему рижанину Егору Матушону. Ну и в общем поговорили мы сегодня о любви, о вере. Вы очень хорошо так вот закруглили вот эту нашу тему, что действительно без веры ничего не может быть. И она тут главная. И по вере вашей вам воздастся, да, будем так и считать. И если говорят, что режиссеры и актеры делают свои спектакли для того, чтобы что-то изменить в мире. И, наверное, мы тоже верим, что искусство меняет что-то в мире. В каждом человеке и в мире. Вот сейчас мы просто вам, Игорь, желаем вам и всему театру, чтобы все побыстрее закончилось, чтобы все открылось скорее. Чтобы видеть снова вас на сцене с новыми премьерами, со старыми любимыми спектаклями. Потому что вы нам нужны. Спасибо. Спасибо огромное. Я в свою очередь хочу сказать, что вы удивительные молодцы. Вы делаете большущее дело. Это мы, это наши радиослушатели. Да, радиослушатели. Так я и хотел так и сказать. Что именно радиослушатели, все, кто откликается, все, кто помогают. Это я, конечно, желаю, чтобы счастье и профессионализм тех врачей, которые будут продолжать делать операцию, улыбнулись Егору, улыбнулись Кате. И что совершенно безусловно, чтобы их любовь сохранилась и расцвела. Спасибо. Всего вам хорошего. До следующей встречи через неделю. Не изменится, если мы не начнем с себя. Добро не появляется из воздуха. Его кто-то должен сотворить. Вместе мы это можем. Каждый вторник в 16 часов в эфире радио Болтком. Программа «Зеленая лампа». А те, кто без нас не справится с бедой. И для тех, кто хочет помогать. Включи зеленую лампу, сделай звонок на благотворительный телефон. И подари надежду. Телефон для благотворительных звонков. 93006384 Плата за звонок 1 евро 42 цента. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова